всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня мы приготовим очень вкусный и нежный бисквитный торт клубничка с клубничным конфитюром крем-чизом и в этом же видео я поделюсь с вами рецептом шоколадных подтеков на желатине очень вкусный торт быстрый приготовление понравится всем без исключения смотрите видео и готовьте торты вместе со мной сначала нам нужно испечь бисквит у меня классический рецепт бисквита не раз вам давала пропорции на форму в диаметре 24 сантиметра нам понадобится 5 яиц среднего размера 200 граммов сахара и 160 граммов муки яйца с сахаром взбиваем пышную массу не менее 5 минут я взбиваю на четвертой скорости яйца взбили пышную массу смотрите теперь просеиваем муку обязательно и в то время когда вы ставите взбиваться яйца включайте сразу духовку так как бисквит мы ставим в разогретую духовку дно разъемной формы я застелила пергаментом диаметр формы повторяю еще 24 сантиметра смазала дно и бока растительным рафинированным маслом теперь выливаем бисквитное тесто в форму обязательно хорошо вмешивайте муку бывает мука оседает на дно и когда выливаете тесто видите что плохо размешали муку смотрите должно быть такое воздушное тесто когда вы мешаете бисквитное тесто старайтесь вымешивать в одном направлении снизу вверх слегка вот так разровняли бисквитное тесто ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень режим вверх-вниз бисквит выпекался ровно 40 минут сразу же горячий бисквит достаем с формы смотрите какой красивый ровненький бисквит всегда готовлю по этому рецепту просто а бисквит получается ровным нежным и вкусным бисквит должен полностью остыть в идеале можно заранее испечь бисквит например за день испекли бисквит потом его очень легко разрезать на равные части теперь приготовим клубничный конфитюр нам понадобится пол килограмма клубники уже очищенной от хвостиков 50 миллилитров воды 15 граммов желатина и 150 граммов сахара первым делом желатин заливаем холодной кипяченой водой и размешиваем оставляем на 15 минут до набухания теперь берем кастрюлю в которой будем готовить конфитюр выкладываем сюда клубничку засыпаю с сахаром и пюрируем погружным блендером ставим клубничное пюре с сахаром на огонь массу довели до кипения теперь выкладываем разбухший желатин масса не должна кипеть это очень важно ведь мы добавляем желатин а его кипятить нельзя выключаю полностью огонь и размешиваю до полного растворения желатина когда уже кусочков желатина не будет в массе можно будет заливать по формам заливаем конфитюр в подготовленные формы я их застелила пищевой пленкой у меня такая плотненькая есть диаметр формы 20 сантиметров у меня получилось 620 миллилитров конфитюра разделяю пополам только слишком горячим не заливайте пусть немножко остынет слегка горячее комнатной температуры теперь конфитюр должен полностью застыть теперь приготовим крем для прослойки и для выравнивания торта нам понадобится пол литра жирных сливок пол килограмма сыра маскарпоне и 150 граммов сахарной пудры взбиваем холодные жирные сливки половиной к сахарной пудры отдельно я взбиваю сыр с оставшейся сахарной пудрой пюрирую теперь добавляем взбитые сливки частями и размешиваем почему я не все вместе взбивала у меня домашние жирные сливки их очень легко перебить потом крем не получится для перестраховки я вот именно сделаю таким способом крем и снова добавляю часть сливок крем готов он очень вкусный мы будем использовать его для промазки коржей а также для выравнивания торта поэтому нам нужно его так много ну а теперь начинаем собирать наш торт бисквит разрезала на три коржа я не пропитываю так как крем сыр хорошо пропитает наш торт но это по желанию смотрите сами очень удобно с кондитерского одноразового мешка выдавливать крем выдавили теперь берем нашу заготовочку аккуратно поднимаем и выкладываем на тортик сбоку вот здесь еще раз выдавливаем крем ну и так собираем полностью весь торт снова выкладываем корж можно пропитать сладкой водичкой смотрите сами вот здесь хорошо делаем бортик с кремом у нас осталось еще немного крема для выравнивания торта накрываем третьим коржом бисквитным и тортик ставим в холодильник минимум на час торт достали с холодильника теперь снимаем разъемную форму смотрите какой высокий получился у нас торт для выравнивания я буду использовать остаток крема окрасила его желтый цвет красителем гелевым топ продукт сейчас приготовим шоколадные подтеки на желатине нам понадобится 50 граммов черного шоколада 1 чайная ложка желатина 15 миллилитров воды и 25 миллилитров жирных сливок сначала мы желатин заливаем водой и ждем 10 минут до набухания желатина желатин разбух выкладываем его небольшой сотейник и нагреваем на огне только не кипятим желатин кипятить нельзя черный шоколад выливаем горячие сливки и выливаем растопленный желатин и постоянно вот теперь мешаем мешаем лопаточкой до растворения шоколада и однородной массы на слегка подмороженный торт мы наносим подтеки по краю торта только по краю украшать торт я буду ягодами клубники и безе клубнику разрезала и пополам безе я готовила сегодня по новому рецепту на водяной бане рецепт безе будет сегодня вечером поэтому следите за выходом видео бисквитный торт клубничка готов яркий праздничный и очень вкусный приготовьте этот торт порадуйте свою семью и вкусом и конечно же внешним видом тортик в разрезе очень вкусный торт ароматный нежный вес торта два с половиной килограмма тортик просто тает во рту смотрите какой он нежный в холодильнике стоял всего лишь пару часов нежный бисквит очень вкусный крем-чиз и конечно же клубничное конфи ароматное в меру сладкое с кислинкой прекрасное сочетание готовьте не пожалеете подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока пока